Продолжение следует... Для того, чтобы предупредить вас о некоторых особенностях, которые могут не позволить выполнить этот прием в реальной жизни. Таких приемов достаточно много. И самое странное, что приемы, опасные приемы для самого исполнителя довольно часто рекомендуются даже в прикладных системах, которые, казалось бы, должны собирать наиболее практичные прикладные приемы для самозащиты обычного гражданина. Итак, давайте разберем некоторые вещи, которые можно достаточно часто встретить в рекомендациях инструкторов для самообороны. Прошу. Наиболее типовой пример, стойку, когда рекомендуют от прямого удара в голову, неважно какой рукой, передней или задней, это неважно. Медленно делаю удар. Рекомендуют уйти с линии атаки. Еще раз. Удар. Прихватить руку, не отпускать ее. И потом, не отпуская руки, нанести удар, любой удар. И потом уже, условно, переходить на какие-то другие приемы, которые добивают нападающего. Итак, ключевой момент, еще раз. Уход с линии атаки. Опускание или оставление руки здесь, но чаще всего опускают. Атака. Потом переход на удар коленом или любой другой удар. И потом идет сваливание на землю, бросок, все что угодно. Часто можем увидеть еще такие вещи. Нож, пожалуйста, возьми. То же самое. Нож в левую руку, чтобы нам удобнее было показывать. А то же самое часто рекомендуют, если идет проникающий удар ножом в живот. Также можно уйти, прихватить руку, атаковать. И потом также идти на какие-то приемы, еще и с обезоруживанием. Еще один вариант. Обратный хват. Удар рукой сверху, прямо в голову, ножом. Подставляют руку. Прихватывают вот таким образом. Сводят руку к низу. И нож должен выпасть из руки. Значит, что объединяет все эти приемы? Первый прием, пока нож положим. Эти приемы объединяет захват руки. То есть, прямой удар, уход с линии атаки и захват руки. И вот здесь возникает та опасность, о которой я говорю. Для того, чтобы поймать руку, наносящую, быстро наносящую удар. Сейчас медленно, но с возвратом. Удар. Необходимо иметь очень большую точность. Сейчас быстро. Мало того, что я не смогу уйти даже с линии атаки. Я даже прихватить не смогу, не успею. А если даже я коснусь, тот же, обратно, еще раз. Еще раз. То я не успеваю выполнить ключевого действия в этих приемах. То есть, захвата руки. Я даже про нож не говорю. Нож берем. Сейчас медленно, чтобы меня не... Даже этот тупой нож, макет, проникающий. Если я попытаюсь прихватить нож, и он сразу пойдет обратно, то неминуемо я либо выпущу его из рук, руку противника, либо он порежет меня обратным движением клинка. То же самое обратный хват. Удар сверху. Если я прихватываю руку, то никогда человек не оставляет руку в том месте, и уж тем более я не смогу начать переводить эту руку вниз, если я, внимание, не сильнее вот моего партнера, нападающего в несколько раз. Если я прямой удар ножом, если я сильнее, чем он, гораздо сильнее, а таких людей не так много, то я смогу на какое-то время, на какое-то время удержать эту руку здесь, или хотя бы пригнуть ее вниз, чтобы нанести атаку. Но я должен быть реально сильнее, чем он. Я вот сейчас напрягаюсь достаточно сильно, тяни на себя руку. Посмотрите, я сконцентрирован полностью на всем этом. Говорить о том, что это очень быстро нужно сделать, что рука все равно зависает в точке, удар невозможно. Вы все знаете, что ударом ножом бьют обязательно несколько раз, я делал об этом видео. Удар рукой достаточно быстрый, схватить его невозможно. Опасность очевидна. То есть получается, что ключевой момент захвата руки, еще раз сверху, и потом попытка вывернуть руку, возможно, только если я, первое, гораздо сильнее, чем нападающий, второе, если он мне поддается. Все остальное не работает, не получится. Тогда возникает вопрос, откуда эти приемы? Что, те люди, которые рекомендовали, оставили нам эти приемы сумасшедшие? Нет. Дело в том, что все идет от работы с оружием. И если мы берем либо оружие с длинным клинком, либо тяжелый предмет, допустим, кусок металлической трубы. Бери, пожалуйста. Вот металлическая труба. Она настоящая. Это не макет. И вот если человек одной рукой или двумя руками, неважно, наносит удар по голове сверху вниз своему противнику, так, медленно удар сверху, прямо мне по голове, я ухожу с линии атаки и рука по инерции идет вниз. Если длинный был клинок или длинный предмет, он в любом случае от инерции упирается вот сюда в поверхность перемещения, в землю или в асфальт. И вот тогда я могу это прихватить. Далее. Если удар палкой, штыком, клинком производится вот таким образом, вот так, то есть человек делает проникающее движение, делай, пожалуйста, проникающее движение прямо в живот. Вот тогда тоже я ухожу с линии атаки, прихватываю здесь вместе либо за руку, либо еще за оружие, да, здесь, и могу не остановить, а просто пригнуть сюда, потому что в любом случае он упрется в землю. И вот тогда я могу наносить удары и что-то делать. Дальше. Человек, атаковавший оружием, оружие в одной руке и прямо сверху по голове. вот он бьет, если прихватили оружие, у него психологически он не хочет его выпустить. То есть, условно говоря, вот эта наша сцепка рук, она будет сохраняться. Инерция, тяжесть оружия не позволит ему так легко его вырвать. Попробуй вырвать. Посмотрите, здесь балансировка руки, здесь руки с оружием. И если оружия нет или предмета нет, балансировка руки и уходит сюда. И вырвать руку можно. И нет дополнительного отягощения на руке. То есть, приемы эти пришли с прихватом руки именно из того века, когда использовались либо длинные клинки, либо удары штыком с огнестрельным оружием, с длинным прикладом. То есть, когда балансировка рук с оружием уходила на вот эту часть, наконец, нет, сюда. Если мы говорим про современные, бери нож, пожалуйста, эту положи. Если мы говорим про современные атаки, то как бы вы не старались прихватить и удержать руку, и уж тем более потом производить атаки, часто бывает, можно увидеть даже такие варианты, смотрите, проникающий удар ножом, уход, удар в голову, потом какие-то еще манипуляции. Слушайте, ну это еще хуже. Потому что, во-первых, спорно, что удары в голову ногами существовали очень давно, потому что ни в одних формальных комплексах мы их не находим. Это, в общем-то, изобретение последних веков. Во-вторых, в тот момент, когда вы держите и вы пытаетесь задрать ногу, а он тянет руку на себя, вы теряете равновесие. Как бы быстро вы это ни делали. То есть, прием может получиться, но, скорее всего, на удачу. Так же, как случайный удар. Все, спасибо. Вот об этом я говорю. То есть, если прием рукопашного боя включает фиксацию руки, а в руке нет тяжелого предмета, тяжелой палки, тяжелого оружия, которое смещает балансировки вооруженной руки к началу, то есть, к концу руки, то удары с прихватом, ой, приемы с прихватом, ну, невозможны. Это опасный прием. Поэтому необходимо это сделать. Все, всех благ. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем материале. Заходите на сайт extremterify.org Подписывайтесь на канал. Всех благ. До свидания. Продолжение следует...